Последний трактор Игорь продал еще несколько месяцев назад, чтобы расплатиться по кредитам. Из всего козьего стада оставил только 10 голов для личного хозяйства. Сыровар рассказывает, что из-за ковидных ограничений продаж практически нет. Основной путь распространения был через отделы в крупных торговых центрах. Последнее, то что добило, в принципе, я хотел еще полгода, скажем, или год продержаться, следующее, это введение QR-кодов в торговых центрах в городе Челябинске. И сразу обороты упали в два, в три раза. И представляете, что такое в два, в три раза, когда у вас перестают покупать, но при этом аренда остается та же. Зарплату надо платить, все надо платить, понимаете? Перед введением ковидных ограничений власти обещали малому бизнесу и тем, кто работает на селе, поддержку. Но попасть в федеральные программы не удалось. Согласно циркуляру, молочное производство не занесено в категорию пострадавших. О региональных мерах и говорить не приходится. На уровне областного правительства помощи как не было, так и нет. Ну, мы как бы задали вопросы по поводу, может, как-то льготного кредитования. Да-да-да, сейчас, ну, вы типа не подходите. Они, имея такой прекрасный офис, по-моему, в Березке, делают какую-то выездную сессию обучения своих сотрудников. Я материться не люблю, я буду ругаться. Ребята, вы не еб***ли все. Когда люди тут реально, то есть, обмерзают. Когда не могут технику купить, когда это. Не проще ли вот эти деньги, которые тратятся на территорию бизнеса, передать там, допустим, в тот же Минсельхоз и, условно, купить технику в Архангельске. Сейчас Игорь думает, как распродать запасы сыра. Около сотни килограмм планируют реализовать через интернет. Часть оставят себе. Дело в том, что, несмотря на закрытие бизнеса, налоги за отчетный период заплатить придется. После продажи товарных остатков как раз наберется сумма, чтобы рассчитаться с государством. Сейчас что, у нас было 1 декабря, это надо было заплатить все имущественные налоги. И 1 января мне нужно заплатить оборотные налоги там, ну, в общем, вот эти все. А вот их продали. Ну, я сумму сложил, я первого заплачу, то есть, как бы, ну, я продал средства производства, которые, как бы, мы выращивали, все, вот это вот осталось, это так, это себе молочко подоить, как бы. Впрочем, бросать сельскую жизнь Игорь не намерен, как и мечту быть деревенским предпринимателем. Сыровар и еще несколько фермеров из Сосновского района обсуждают планы по созданию производственного кооператива. За счет объединения с другими энтузиастами сельского бизнеса можно будет снизить расходы и наладить постоянные цепочки сбыта. Иван Абросимов, Роман Поротиков, 31 канал.